всем привет сегодня у нас на пересадочку очаровательная орхидея называется она монте карло все бы конечно ничего но вот тут вот вот тут вот корни которые были подсушены потом если заливать их водой они начнут просто гнить поэтому я хочу ее пересадить сейчас наличие корней для жизни у нее хватает новых таких вот много вот сидит она у меня в икеевском тогда еще но я так называю этот керамзит такой как конфетки как ммд м с икеевский вот и вообще в нем она чувствовала себя хорошо в принципе у меня еще остатки керамзита но мы его использовать не будем мы сюда сейчас будем высыпать керамзит из этой посадочки очень-очень сильно гремит потому что этот керамзит сам по себе очень-таки тяжелый он такой прямо увесистый мне несколько орхидеи всего сидит в нем они чувствуют себя хорошо но здесь что-то пошло не так однажды вот и сейчас уже как бы я вижу это и хочу исправить сейчас будем отрезать сухие корни вместе с этими конфетками керамзит конечно для орхидеи вот этот вот пригодный хороший сначала я не очень как бы его воспринимала но потом поняла что он чем-то привлекает орхидеи только цена она у него конская поэтому больше одного раза я пожалуй не потянула его покупать с таким количеством орхидей не накупишься ну наверное за качество нужно платить все-таки так стригаем все что не нравится все конфетки укатываются так наверно придется эту орхидейку сажать горшочек меньше по высоте размера наращивать длинную корневую она когда нарастет и при следующей пересадке опять наверно придется пересаживать в кашпу поглубже так обычно и бывает очень хорошо в принципе керамзитина отходят от корней потому что они гладенькие таки я просто их отрываю потому что когда я начну ее мыть и всех там потеряю все равно не отвалится так керамзит убрали теперь смотрим корни вот какая-то часть корней да была подсушена ну знаете это случается не то чтобы там все лето там не поливаешь а вот так один раз пропустишь что-то там и все и корни все испорчены не все у нас здесь много очень хороших так сейчас мы аккуратим эту шею сухую так вот ну корни в принципе нормальная цветоносик свела хорошо красавица подравниваем шею просто это все сухое оно не нужно так вот этот лист да сам отваливается этот конечно еще не отваливается но я думаю что его я сниму тоже потому что корни уже находятся гораздо выше нам нужно будет ее заглубить вот вот еще один цветоносик аккуратим так вот этот корень что-то тут на конце какой-то не свежий поэтому его немножечко тоже укоротили сколько грязи вот собственно наверное и все но конечно так подумала мы можем ее посадить в эту кашпу снова заглубив ее пониже это я так прикинула но пониже пониже еще если затолкать ее ладно сейчас я помою все и кашпу и орхидею и керамзит и тогда нам сразу все станет понятно ну вот орхидейка помыта кашпу помыла керамзит вот вот и теперь я рассчитываю что все таки я посажу в это же кашпу посмотрим как у нас это получится затолкать ее туда да наверное нормально какие-то корешочки будут касаться дна ну во всяком случае середины до середины доходят это нормально так как-то так так ну что теперь где мой дежурный совок который я нашла это очень такой тяжелый керамзит надо очень аккуратненько его засыпать мне кажется даже когда он падает он прямо может поранить корни даже орхидеи может быть так кажется во всяком случае шума от него больше чем от обычного так нам надо хорошо заполнить дно горшка плотненько конфетками этими заполнить чтобы они там между корней хорошо любили потому что при опрыскивании вода все-таки на керамзите задерживается худо-бедно хоть чуть-чуть вот за счет этого корешочки некоторое время все-таки находятся во влажности так какой-то левый попался кривой так ну вот наверно весь уйдет хорошо что он у меня мокрый мне не надо будет опрыскивать лишний раз корни мокрые керамзит мокрый все замечательно все как я и хотела все до одной прям вот все лишнего ничего нет все нормально так чуть-чуть отгребу конечно от шеи немножко прям совсем я завалила тут вот ну видно корешочки видно это значит еще нормально не совсем завалила чуть-чуть в сторону под листик оп вот видно значит нормально вот ну вот вот так вот у нас получилось неплохо хорошо что в это же кашпо даже неплохо получилось что в это же вот такая красота я думаю что все будет у нее замечательно впереди лето заново пересадить заранее до лета это тоже все-таки я думаю неплохо потому что летом пересаживать все-таки я наверно жарче сейчас еще не настолько попривыкнет она до лета и все будет хорошо и если корни начнут расти они начнут расти то уже буду оставлять немножко чуть-чуть водички на дне горшочка вот все пересадочка закончена всем спасибо за внимание всем пока